Открываем, открываем, дожданин. Продавцы закрываются на замок и пытаются спрятаться от полицейских в киоске. Пару минут назад в этом ларьке молодому человеку продали пиво, а время на часах уже перешагнуло отметку 23.00. В итоге продавцы все же идут на контакт, оправдывая, что не знали о законе Самарской области, который запрещает продавать спиртное после 10 вечера. Сотрудники администрации Октябрьского района проводят разъяснительную беседу. Наше российское законодательство знать необходимо. Разговорами не ограничиваются полицейские и сотрудники районной администрации составляют протоколы о правонарушениях. Теперь предпринимателям придется заплатить штраф. Накажут и владельцев павильона на московском шоссе. Здесь та же картина. Пивом торгуют среди ночи. Продавец прячется от телекамер за стойкой. Не надо меня снимать. Зачем вы снимаете? Такие рейды администрация Октябрьского района вместе с полицейскими и общественниками проводят регулярно. Часто с жалобами на незаконную торговлю алкоголем к депутатам районных советов обращаются жители. Жители обращаются именно с теми же проблемами, которые мы выявили сейчас по поводу незаконной торговли алкогольной продукции в неустановленное ночное время. Что чревато всеми нарушениями, сопутствующими именно в ночное время. Хотя, как отмечают в районном отделе потреб рынка, в последнее время нарушений становится меньше. Этой ночью из восьми проверенных точек нарушения нашли только в двух. Но обратили внимание и на неприглядный вид киосков, где торгуют спиртным. Эту ситуацию тоже предстоит менять. Мы сейчас проводим активную работу по приведению фасадов, как зданий, так и отдельно стоящих зданий, надлежащих внешний вид, согласно утвержденной концепции. Проведена огромная работа с предпринимателями сейчас по гостевым и туристическим маршрутам. С нарушителями закона продолжат бороться. И под пристальное внимание попадут те объекты, на которые жалуются горожане. Марина Кравцова, Максим Гусев, События.